Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Топ-5 самых загадочных фотографий на сайте SCP И на пятом месте у нас известная картинка со скромником Тем самым мрачным существом, которое приходит ко всем, кто его видел Где бы они ни находились и убивает их Но откуда эта картинка взялась, если на самом сайте SCP В статье про скромника даже нет никакого изображения С ней на самом деле всё очень просто Это обыкновенный фанатский арт Без предыстории как таковой Его нарисовал пользователь девиант арта What I Can't Do Вернее, сделал 3D модель Отрендрил её и наложил некоторое количество фильтров в фотошопе А вот и чуть более прокачанный скромник от другого автора Ну а что вы хотели, фонд следит за тем, чтобы фото этого существа не распространялось А как написано в том же файле самого SCP-096 скромника На художественные изображения его эффекты не распространяются Да, не все картинки с этой SCP имеют особенно сложную историю А вот, например, на четвёртом месте у нас расположился SCP-1471 Мобильное приложение Это тоже картинка из девиант арта Пользователя Таран Гриф Вернее, не картинка, а фото косплея под названием Зомби-оборотень по имени Брейнс С какого-то фестиваля в Лондоне То есть косплеи на SCP-1471 Это получается косплеи на косплеи Косплеи в квадрате И такого на странице автора ещё много Многие негодуют, когда SCP-1471 изображают в виде разных фури-картинок Но, видимо, пришло это время Время страшной правды Оригинальная картинка с SCP-1471 Это фурсьют То есть это полный костюм фури-существа В котором фанаты этого дела ходят на свои фестивали и выставки Настало время раскрыть и другие страшные подробности Связанные с этим объектом Вот что может положить конец спору о половой принадлежности этого существа Множество копий сломано в спорах о том Кем же в плане пола является этот персонаж Мальчиком или девочкой Ответ мы находим на той же странице Таран Грифа Вот SCP-1471 в образе невесты И, похоже, это всё же она В этом платье Брейнс можно встретить на многих фотографиях А вот, кстати, её чуть менее разложившиеся друзья с этого же мероприятия Так что можно примерно понять, чем оно было при жизни Вот таким вот странным существом На третье место я поставил ещё одну достаточно знаменитую картинку Это изображение SCP-682 неуязвимой рептилии Которую можно было бы принять за кусок дерева странной формы Или просто нагромождение хлама Если бы не эти зубы Да, на другом фото видно, что у данного существа есть зубы А также есть изображение, где останки можно разглядеть целиком После небольшого сеанса интернет-археологии обнаруживается Что, судя по всему, впервые этот набор картинок появился на довольно странном сайте English Russia В статье, которая описывает появление останков существа на побережье Сахалина В файле на сайте SCP написано Что это фото ящера после побега из зоны содержания, где он содержался в кислоте Так что теперь мы знаем, где примерно находится эта зона содержания На самом сайте English Russia нет практически никаких подробностей Написано только, что это не крокодил И что дохлое существо имеет шкуру с шерстью В комментариях к статье SCP-682 часто можно увидеть такое утверждение Что скелет похож на белуху, зубастого кита Который при жизни выглядит как-то так Не слишком подходит на роль страшного монстра Но похоже, скелет от этого существа это фото ящера и есть Во всяком случае, череп очень похож Или они просто хотят, чтобы мы так думали Еще непонятно, куда подевалась вся эта огромная грива Которая, впрочем, могла быть просто наслоением водорослей Или все же они хотят, чтобы мы так думали На втором месте у нас изображение SCP-957 наживки И что же мы знаем о нем? Прежде чем попасть в историю про SCP-наживку Эта картинка посетила немало гриппепаст и конспирологических теорий Она даже использовалась как иллюстрация к байке о русском эксперименте со сном О котором я говорил на другом своем канале, ссылку оставлю внизу Все зашло настолько далеко, что фотографии этого существа попадаются даже на типы серьезных сайтах Со всякой уфологией и теориями заговора Это изображение часто можно увидеть во всяких топах самых странных фото И непознанных явлений, запредельных ужасов и прочего подобного Мне даже попадалось множество сайтов около религиозной тематики на арабском языке Где если верить гугл-переводчику, это изображение использовалось, чтобы продемонстрировать Насколько наука без веры может изуродовать человека Что ж, похоже у этой картинки должна быть какая-то удивительная и пугающая предыстория Раз все так серьезно Да, она есть, и в какой-то мере она действительно удивительная и пугающая Чтобы докопаться до сути, нам придется взглянуть еще на некоторые несомненно пугающие и страшные кадры Вот это существо в машине, наверное захваченное агентами фонда А вот ученые проводят жестокий и страшный эксперимент И оказывается, что у этого существа еще и глаза загораются, если на кнопочку нажать Короче говоря, это игрушка на Хэллоуин со светящимися глазами Любимая фанатами дешевой конспирологии и детских праздников Как говорится, чувствуете, чем пахнет? Чувствуете, насколько низкопробным? Данные удалены Кормит свою аудиторию всякие боевые конспирологи А пугает эта история тем, насколько вообще не критично некоторые люди воспринимают информацию И готовы воспринимать за чистую монету даже фотографию со страшной игрушкой И от этого становится действительно жутко И на первое место я хочу поставить SCP-860 «Синий ключ» Простенькая фотография, как оказалось, имеет достаточно интересную историю И дело тут в том, что это не просто картинка с ключом синего цвета Это ключ из фильма Дэвида Линча «Мэл Холланд Драйв» Фильм с довольно-таки абстрактным и философским сюжетом Картина начинается с того, что пытаются убедить нас, что мы смотрим шаблонный нуарный детектив И в тот момент, когда зрителю начинает казаться, что всё ему с этим фильмом понятно Фильм изменяется настолько, что люди до сих пор придумывают по нему многослойные фанатские теории Как в SCP-860 открывшие двери синим ключом попадают в пространство Которое в какой-то степени зависит от личных качеств человека Что видно из того, что разные участники исследований этого SCP сталкивались с разными монстрами и явлениями А участница исследования номер 2 вообще благополучно прожила там какое-то время Так и в фильме Ключ открывает коробку, в которой содержатся худшие аспекты открывшего их человека Используя ключ, герои фильма попадают в мир, где все самые тёмные стороны их личности выходят наружу и формируют окружающую реальность Из фильма также становится ясно, что ключ, скорее всего, иллюзорен Или во всяком случае не является полноценной частью реального мира Так как он оказывается в различных местах, где его изначально быть не могло А то и вообще является людям в снах и видениях Так и в объекте SCP-860 Показано, что ключ может телепортироваться и материализоваться в разных неожиданных местах Вообще, я собирался начать проводить какие-то ещё параллели между фильмом и этим объектом SCP Но в какой-то момент понял, что фильм сам по себе настолько запутанный и абстрактный Что к его сюжету можно притянуть вообще всё что угодно Это такая сова, которая налазит на любой глобус Так что... Пожалуй, просто остановлюсь на том, что синий ключ из SCP-860 Это синий ключ из нуарного фильма Мелхан Драйв И что это не просто ключ, а вещь, которая открывает путь к самому тёмному, что скрыто в человеке Такие дела Всем пока